Приветствую вас на первом циничном канале и это будет не совсем обычный сюжет, просто новостной. Весь день сегодня проболел, сейчас более-менее так получше стал, соответственно весь день провалялся, следил за новостями. Хованского спеленали и вот еще одна новость проскочила, но скажем так, где-то на заднем плане. В общем-то она не вышла даже в топовые новости, а между тем новость очень интересная. Ужасное событие произошло в Адлере, мужчина-армянин расстрелял двух судебных приставов, которые пришли выселять его, по-моему, из дома, признанного незаконным строением. Да, ужасное событие, два человека погибло, конечно, ужас, нуждается во всяческом осуждении, так сказать, но полного разбора этой новости даже невозможно сделать. Я думаю, понятно почему. Поэтому просто новость, я думаю, она незаслуженно как-то ушла на второй план, если не на третий. Давайте посмотрим, что за новость. Ну, саму новость я уже озвучил. Знаете, что поразило? Поразило то спокойствие, с которым прям после преступления он дал интервью, можно сказать, своему соседу. Вроде бы написано было в новостях соседу. Он записал видео, где сказал о своей мотивации, причем сказал, что не жалеет абсолютно. Ну, действительно, очень поразительно. Я немножечко сейчас его процитирую, его слова в видео найдите обязательно в интернете. Оно там много где выдается. Ну и так, часть того, что он сказал на этом видео. С четырех лет я в этих домах живу. С четырех лет. И они довели. Оформлять не давали землю. Говорили нельзя. Власть поменялась. Негодяи. Не все продается. Я не продаю ничего. Это мое. Это земля моих родителей. Это земля моих детей и моя. Мне 61 год. Я не жалею, что я сделал. Просто не хотелось так. Просто не хотелось так, конечно. Не хотелось. Никто не пришел с народом поговорить. Никто. Хотя бы сказали. 48 квартир. Давайте здесь наведем порядок. Сделаем стоянку для машин. Сделаем детскую площадку. Нет. Забрать и сделать магазины. Ларьки. Все им денег. Мало, мало. Ну вот пусть их не родители плачут. Да, жутко, конечно. Два пристава. Там 30 с чем-то лет каждому. По разным данным там 30 и 31. По другим 35 и 36. Ситуация жутчайшая. Он сдался сразу же. То есть приехала полиция. Он даже не держал оружие в руках. Поставил его. На этом видео видно. Он сдается без сопротивления. И собственно все. Ну что теперь? Я думаю, что пожизненное, конечно. Потому что представители власти двое умышленно. Никакую там это самый эффект. Он теперь доказать не сможет после такого интервью. То есть он поосознно говорит, что не жалею. Поэтому ну наверное пожизненное заключение. Как бы вышки нету. Ну вышка в смысле это и есть в России. Вот. Как я уже сказал, какой-то комментарий давать, как я обычно это делаю, я не могу. Я думаю, что сами понимаете по какой причине. Поэтому ну что, дружно осуждаем, как говорится, поведение человека. А вот уже осмыслять, я думаю, что каждый для себя пусть осмыслит самостоятельно. И сделает какие-то выводы. Новость действительно очень интересная. Вообще цель этого сюжета была просто ну не заслуженно загнанную на второй-третий ряд новость немножечко вытащить. Немножечко дать ей огласку. Потому что как-то странно. Событие действительно, на мой взгляд, векторное. Оно не то, чтобы значимое. Да, в России умирает много людей каждый день. И криминал совершается, и убийства есть. Но это векторное событие. Хотя бы потому, что какая-то бытовуха случается довольно часто. Напился там, в бутылках по голове кого-то стукнул. А такое случается не часто. И уже по одному этому здесь есть над чем подумать. Ну вот, собственно, такой короткий сюжет. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.